Всем привет, рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Влада, и я хотела бы вам показать первую неделю ноября, не знаю, как это выглядит. Совсем еще зеленая трава, но некоторые деревья уже с желтыми листьями, некоторые с красными, некоторые уже без листьев. И в этом видео я хочу с вами поделиться своими мыслями, а также цитатами из романа Рея Дугласа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и заодно показать вам наши окрестности, как всегда. Поскольку мой первый обзор на роман «Марсианские хроники» набрал просмотры, я решила сделать по аналогии второй обзор. Многие полагают, что роман «451 градус по Фаренгейту» — это роман о бумаге, о книгах, которые с течения времени было решено уничтожать. Также хранить книги в доме было соизмеримо смертельному приговору. Я думаю, что чтение книг расширяет нам кругозор и обогащает словарный запас. Но в будущем Рея Брэдбери как раз и не предполагалось никаких лишних разговоров. Запрещалось говорить об искусстве, о политике, творческом развитии личности, о музыке. А все разговоры должны были сводиться только к обсуждению телевизионных шоу и не более. Также там говорится о пагубном влиянии книг, о том, что их необходимо истреблять, уничтожать, сжигать, дабы предотвратить возможность их чтения, чтобы люди их не читали, чтобы люди меньше думали и не развивали свои воображения и аналитические способности. Чтобы они меньше сопоставляли факты и не были в состоянии делать логические выводы. В таком случае им просто легче управлять и вести за собой. Роман был написан еще много лет назад, аж в 1953 году. Мне показалась вся атмосфера книги очень мрачной, какой-то подавленной, темной. Да, я согласна, что есть определенные удивительные описания деталей будущего, но в представлении автора оно явно как-то не очень светлое. Описывать все содержание книги, конечно, не в моих интересах, поэтому меня в книге самым большим образом заинтересовали фразы и цитаты, которые заставляют нас задуматься. Возможно, не тратили свое время и жизнь в пустую, не упускали случай. Я долго думала и, найдя эти строки, просто не смогла не поделиться ими с вами. Одна из фраз, которая начинается книга «Если тебе дадут винованную бумагу, пиши поперек». Ну, конечно, это для творческих людей. Или, возможно, для тех, кому не хватает чего-то нового в жизни. Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба, когда по капле наливается в воду сосуд. Бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется и влага переливается через край. Так и здесь, в ряде добрых поступков, какой-то один вдруг переполняет сердце. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство. Если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества. Ибо знает, что это очень важно, что это стоит усилий. Каждый должен что-то оставить после себя – сына или книгу или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет приближище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло свою форму, становилось не таким, как ранее, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто сжигающим траву на лужайке, и настоящим садовником. Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение. Не должны забывать, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит сместить нас с лица земли своими дыханиями, или затопить нас водами океана, просто чтобы еще раз напомнить человека, что он не так всемогич, как думает. Если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете? Шире открой глаза, живи так жадно, будто через 10 секунд угрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике или оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя. Будет ласковый дождь, будет запах земли. Щебет юрких стрижей от зари до зари. Огнегрудный комочек светит на забор. И малина в кетрель выткнет звонкий узор. И никто, и никто не вспомнит войну. Пережита, забыта, ворошит ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет. Если сгинет землей человеческий рот, И весна, и весна встает новый рассвет. Не заметят, что нас больше нет. На землю опускалась тишина, А с ней спокойствие, Столь нужное им для того, Чтобы облядеться, Слушаться и вдуматься. По разуму не чувствуя, Постигну действительность нового дня. И помните одно, Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, А то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте, Даже в те давние времена, Когда мы свободно держали книги в руках, Мы не использовали всего, Что они давали нам. Мы продолжали оскорбнять, Управить мертвых. Мы плевали на могилы тех, Кто жил до нас. В ближайшую неделю, Месяц, год. Мы всюду будем встречать Одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, Что мы делаем? Мы ответим. Мы вспоминаем. Да, мы память человечества, И поэтому, В конце концов, Непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним Так много, Что сойдем Самый большой в истории экскаватор. Выроем самую глубокую, Какая когда-либо была могилу. И навеки похоронили в ней войну. А теперь в путь, Прежде всего, Мы должны построить Фабрику зеркал. И в ближайший год Выдавать зеркала, Зеркала и ничего, Кроме зеркал. Чтобы человечество могло Хорошенько рассмотреть На них себя. Еще раз хочу сказать Огромную благодарность За то, Что вы посмотрели это видео. Если вам понравились Видео подобного рода, Оставляйте ваши комментарии, Пожелания. Мы сможем на будущее Еще что-нибудь интересное Придумать, Снять какое-то подобное видео. Если вам понравилось, Ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал. С вами была Влада. Всех люблю, целую, обнимаю. Всех до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...